Звуки патифона Семнадцатилетний Флёра из небольшой белорусской деревни хотел стать партизаном. Оружие из могилы неизвестного солдата стало пропуском в члены отряда. Несмотря на ужасы и тяготы войны, любовь не перестала существовать. Девушка Глаша стала не только сестрой по оружию, но и первой любовью. Но не смогла любовь справиться с войной. Глаша попала в концлагерь. По душе и жизни Флёры грязными сапогами прошла сама смерть. Кровавые действия карателей за два дня превратили жизнерадостного подростка в седого старика. Деревня Хатынь была уничтожена 22 марта 1943 года карательным отрядом в качестве мести за убийство нескольких немецких военнослужащих. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо и расстреляны нацистами. В 1969 году на месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс. Хатынь стала символом массового уничтожения мирного населения на оккупированной территории СССР. Спустя 20 лет после окончания войны, имея высшее филологическое образование, Олесь Адамович, юный партизан, выживший в Великой Отечественной войне, написал Хатынскую повесть. Это повесть о силе человеческого духа, о сопротивлении советских людей оккупантам. Она родилась из воспоминаний, из реальных впечатлений. Это талантливо воплощенная память войны. В 1985 году по Хатынской повести был снят советский художественный фильм «Иди и смотри». Когда выбирали актера на главную роль, всем претендентам показали военную хронику. От увиденного Алексей Кравченко упал в обморок. Именно он сыграл флеру. Нам говорили, что фильм психологически мощный и тяжелый для восприятия. Мы проверили. Посмотрели. Возможно, получится и у вас. Годы идут. Уже выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Больно, что сейчас происходит искажение исторических фактов. Брат идет на брата. Снова возродился нацизм. Прочтите книгу, посмотрите фильм. Адамович правдиво показывает бесчеловечную философию фашизма, его звериную сущность. Его повесть учит человечество, не щадя своей жизни, отстаивать свободу и бороться с нацизмом, не повторять ошибки прошлого. Подрастающему поколению нужно понимать, что войной конфликты не решить. Улыбнись, Маша, ласково взгляни, жизнь чудесна наша, солнечные все дни. Солнце нам сияет, нам цветет сирень, в рощи распевают ташки целый день.